Всем добрый день! Вы видите, у нас настолько дождливо, все затянуто, дождь не прекращается. Хотя нет, почему? Приостанавливался. Приостановился и снова идет. Все затуманено и холодно. Самое интересное то, что холодно, понимаете? Я работаю. Я сегодня работаю с двух часов дня. Мой муж, я ему там отложила конфетки, то все. Пошел я так, папе в гости. И, как всегда, у меня не получается с ним пойти, потому что из отпуска я работаю сегодня первый день. Я с ним могу отменить этот день. А завтра, правда, сегодня у него выходной и завтра у него выходной, а во вторник он работает. Вот я уже, смотрите, перекрасила себе ногти. Ну, сделала просто. Диана мне сняла гель-лак. И я накрасила просто серым. Ну, этот лак мой любимый. И он уже, именно цвет. И он уже там прям тягучий. Я уже последнее прям выкрашивала. И сейчас я его прям выкину. Вот, что еще сказать. В целом, жизнь уходит уже в то русло, которое у меня было две недели назад. И продолжаем. Поставила закваску. У нас, видите, наш агрегат, слава богу, работает. Есть вода горячая. И нам пришлось включить отопление, потому что в квартире очень холодно. Ну, аж включил не на полную мощность, а на... Ну, хотя бы, чтобы от них холод не шел, понимаете? Ну, они теплые. Теплые здесь, по мук лежит, прекрасно. Ты дедотенька. Вот у меня, видите, я, правда, поставила на батарею, потому что в квартире холодная. Ну, еще не прогрелась настолько. Моя закваска работает. Ну, она сколько стоит? Не знаю. Я как проснулась, так и поставила. Проснулась я где-то в начале десятого. Ну, короче, может, в десять я поставлю, полодиннадцатого. А сейчас вот я уже как полтора часа работаю. Дянусь как всегда у себя. Сегодня она в Дерсханы не пошла, потому что... А потому что никто не ходит. Пусто. Никого нет. И, короче, я здесь это... Не теряю напрасно время. И я не могу вам, во-первых, не показать свои брови. Видите? То есть это уже практически здесь у меня. Ага, вот у меня уже зашла на урок. Мне было просто, я думала, две свободных минуты. Поэтому... Сейчас вернусь. Покажу поближе. Вот, так, снимаются корочки. Вот остался хвостик здесь. И начало здесь. Но здесь как-то еще... Ну, еще присутствует. Поэтому брови немножко одно темнее, одно светлее. Но в целом они будут... Вот этот их такой цвет, я думаю, останется. Но она говорила, что они посветлеют. Потому что это же не... Вот этот татуаж, да? Такой. Боже мой, как? Забыла. Я вообще в этих делах вообще такой профан. И мне запомнить вот эти вот... А, пудровая, пудровая это. Вот это вот, пудровая. Пудровое напыление. В общем, исправьте меня. Я же вам говорю, я в этом деле очень слаба. Да, я раньше, мне и подписчики писали, чтобы я набила. Но здесь, ну, как-то с русскоязычными не знаю. Чего там... Ну, я особо не задавалась целью таки найти. Но здесь дорого. Это первый момент. Второй момент. К турецким есть возможность, да? Но я не хотела. Потому что, я думаю, мы не сойдемся в цветах. Меня не поймут. Ну, и у турков есть такая невозможность. А вот такие у них есть способности. Ты им рассказываешь, рассказываешь. И поэтому они делают так, как они считают нужным. Вот, так что это неоднократно было замечено на моем муже. И, короче, не хочу я с ними связываться. Вот, это касательно бровей. Касательно моей поездки. Сразу хочу отметить, потому что так же пишут подписчики. Ой, у меня такая футболка, вы видите. Ну, просто у меня тут сверху кофта была надета. В квартире прохладно. И она вот это выглядит, как мятая. Потому что я ходила сверху в кофте. И, ну, ладно, как есть. Я бы с удовольствием полетела бы самолетом. Я уже по привычке слушать и делаю. Полетела бы самолетом. Но их нет. Небо закрыто. На Украину вылететь самолетом невозможно. Да, можно там как-то на Польшу. А с Польши там автобусом. Можно до Молдовы. А с Молдовы автобусом. Но я как представлю, что мне нужно будет эти чемоданы тягать за собой. Потом я прилетаю, например, в Польшу. Я не знаю, где этот автовокзал. То есть мне нужно либо такси брать. В общем, я не знаю. Я не знаю ничего. И я английского не знаю. Ну, чтобы что-то спросить. Турецкий там никто не понимает. Польский я тоже не знаю. Ну, в общем, я решила, что поездка именно таким образом мне подходит. Автобусом. Стамбул, Киев, Киев, Стамбул. Ну, смотря в какую сторону. И все. То есть меня в целом это устраивало. Единственное, что, конечно, очень сильно, очень сильно, очень сильно смущало, смущает, напрягает, это поездка именно к Кайсери Стамбулу. Вот это очень длительная поездка. Очень. И это самое неприятное. То, что столько времени я должна затратить на поездку. Этот автобус ехал почти 14 часов Стамбу, Кайсери, потому что он кланялся к каждому столбу. Заходите, проходите. Такое чувство, что это не автобус. Такое чувство, что это какая-то маршрутка. Ну, серьезно. Я сижу, только прикрыла глаза, думаю, сейчас дреману. Свет включается. Свет включается, это значит, сейчас будут то ли выходить, то ли заходить. Только прикрою глаза. Снова свет. Только прикрою глаза. Остановка. Там 25 минут. И, по-моему, таких было остановки 20-25 минут, 2 или 3. Вот я не помню. Может быть, ночью, когда я придремала, еще была. Я ее пропустила. А 2, четко было. Ну, то есть, 2 остановки по 25 минут. Ну, посчитайте, сколько времени мы уже потеряли. Поэтому почти 14 часов он шел. Ну, а касательно поездки про Стамбул-Киев я рассказывала. А это поездка Киев-Стамбул. В целом, тоже все отлично. Прекраснейший, шикарнейший автобус. Водителя, как я уже и говорила, знающий русский язык. То есть, если вам что-то нужно, вы обратитесь, вас поймут. Плюс. Так, что они дают? Вот мы едем, да, отводится 36 часов на дорогу. Дают покушать, покушать. В первый раз нам дали кексик и пепси-колу. Маленькая бутылочка. Во второй раз нам дали крекер. Ну, вот эти печенюшки, да, соленые. Все. И когда мы уже приехали в Турцию, они отвели нас в кафешку. И сказали, типа, фирма платит, можете взять себе что-то. Ну, я взяла себе келепачу суп. Другие девочки там брали суп. Там один перец фаршированный, либо рисок. Ну, каждый что хотел. А потом нам дали еще этот кемаль-татлесе, кемаль-паша-татлесе. Вот такие вот, да, знаете. Ну, короче, забейте, кто не знает. Этим угощали нас. Ну, и, конечно, чай. Чай. Так, касательно поездки, что хочу сказать. В целом все хорошо. На всех границах было все прекрасно. Это мне держать некуда поставить телефон. Я отпускала какую-то подставку как-то подставить, чтобы она у меня была, знаете, как-то, ну, чтобы я не была вот такая тетка с четверным подбородком. Ну, ничего не могу найти, чтобы как-то, ну, чтобы как-то по-человечески было. Не знаю, не на что поставить. Хоть пауку набивай. Вот. Так, сама себя сбиваю, короче. Я еще поглядываю на работу, понимаете. Просто сегодня аж праздник. Сегодня у нас Пасха. Я поздравляю вас. И желаю вам крепкого здоровья и удачи во всех ваших начинаниях. Мирного неба. Чтобы у нас всегда все было. Светлый праздник. Я в этом году не пекла. Всегда пеку. Всегда крашу яйца. Но в этом году, к сожалению, ничего. Так вот. Что касается границ. Да, первая у нас была. Мы приехали, приехали, значит, на украинскую границу. Они посмотрели, водители открыли багажники, посмотрели сумки. Все. И, естественно, паспортный контроль. Буквально быстро. Там 20 минут. Поехали дальше. Следующая у нас была румынская. На румынской то же самое. Никто ничего, никакие сумки не открывал. Абсолютно. Проверили, опять же, приоткрыли багажное отделение. Посмотрели там что-то. Не знаю, что. Светили, не светили. Тоже не знаю. И паспортный контроль. Все. Потом мы ехали достаточно долго по Румынии. Приезжаем. Посмотрели болгары. На болгарской границе то же самое. Ничего. Посмотрели. Буквально там 15-20 минут. Все готово. И приехали на турецкую. И тут началось. Во-первых, очень-очень длинная очередь из автобусов. Ну, из машин то отдельная очередь. Поэтому я за ней ничего не говорю. Там тоже их очень много было. Но автобусов было просто несчетное количество. Мы приехали. Перед нами было 8 автобусов. Представьте. Это паспортный контроль. Это, как оказалось, они заставляют пассажиров вынимать сумки из багажного отделения. И ты со своими чемоданами идешь на просветку. На ленту выкладываешь чемоданы. Их просвечивает. Потом автобус заворачивает. И едет тоже на сканирование. Проверяют там автобус. Потом автобус разворачивается. Вы загружаетесь со своими чемоданами. Ну и, конечно, едете. И за счет вот этого огромнейшего количества автобусов это все происходило очень медленно. Вообще, можно сказать, не спеша. Мы где-то в начале седьмого, да, шесть, ну, может, пятнадцать минут седьмого. Как-то так. Заехали на турецкую границу утра. И выехали оттуда в одиннадцать утра. Вот так вот долго мы простояли. Это, конечно, очень сильно утомило. Вот это немножко подкосило. Если бы мы здесь проскользнули, то была поездка, ну, просто класс. Класс, класс, вообще супер. Ну, вот так вот получилось. Пришлось очень много долго ждать. Набраться, запастись терпением. Ну, хорошо, что я там с девочками познакомились мы. Ну, и вот это, конечно, стояли и общались. Ну, как-то пытались скрасить, пытались как-то скрасить время. Вот. Больше всего, знаете, что, во-первых, ну, да, ты прождал, паспортный контроль происходит быстро. И, естественно, на ленту ты тоже раз-раз-раз бросила чемоданы. И просканировали их. Все, забирай, ты готова. Автобус еще не готов. Там же стоят другие автобусы тоже на сканирование. Ну, я думаю, что просто турки не сильно быстро работали. Могли бы быстрее их сканировать. Либо, может, там какие-то другие у них были обсуждения. Я уж не знаю. В общем, ладно. По истечении почти пяти часов мы тронулись с этой турецкой границы. Сразу в кафешку поели. Даже водителя подобрели. Ну, потому что они, представьте, тоже сколько времени. Мы-то могли там что-то перехватить. А они все бегали, 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 проверяли. Там, видно, ну, свою нет. Вот так вот. Потом, приехав туда, я тоже, я не знаю этот автовокзал в Стамбуле. Вообще его в глаза в своей жизни никогда не видела. Но, думаю, ладно, буду спрашивать. Значит, мы приехали на платформу, по-моему, 120 какая-то. Я пошла, нашла своего перевозчика на Кайсере. И мне сказали, что вам нужно туда пересечь. И, типа, там автобус. Ну, я так и сделала. Туда пересекла. Ну, дальше вы уже видео видели. В целом, я уже... Не было уже возможности это показать. Не было такого количества людей. Ну, и плюс... Не знаю. Наверное, после того, как я все-таки грызанула чего-то, да, еды. И, может быть, энергия пришла. Короче, не знаю. Но было возможно снимать, скажем так. Вот. Вот и вся поездка. Конечно, я видела, есть автобусы с туалетами. Знаете, такой момент такой тонкий. По сути, они останавливаются каждые три часа. Да, но не всегда... Ну, это же не всегда по желанию, да, вот нужно ходить. А иногда бывает такое. Хоть чай, кофе, бери сколько хочу. Я, например, вообще не брала. Ну, потому что если я напьюсь, и у меня вдруг что-то случится срочное, что я буду делать? Я буду кричать караул, как я ехала в Стамбул-Киев. И он где-то там на трассе просто тупо... Ну, не на трассе, она как дорога там по бокам эти леса, поля, огороды. И он просто тупо останавливается. Все у него спрашивают, что случилось? Она говорит, женщина в туалет хочет. А другая сидит и говорит, ой, мы тоже хотим. Он говорит, нет. Она сказала, что она хочет. Просто уже терпеть не может, понимаете. То есть, чтобы не быть такой ситуации, естественно, я не пила ни чай, ни кофе. Водицу только по чуть-чуть, потому что, ну, как бы... Есть тоже старалась немного. Вот этот момент такой щекотливый. А в целом все нормально. Все нормально. Есть новые возможности. Тем более, тем более. Я, когда ехала из Киева, я сидела одна на двух сиденьях. Вообще шикарно. А, и думаю, вот что я еще хотела сказать. А, неважно. Я думаю, что это совершенно не имеет значения, в какую сторону вы едете. Но обязательно нужно брать в автобус с собой какой-то пледик. Потому что холодно. Даже если погода соответствует градуснику, который ты видишь, да. Ну, например, оно на улице было жарко, допустим, да. Вот в Киеве и дальше. Но в автобусе-то включают кондиционер. Этот кондиционер работает серьезно. И реально можно заработать себе соплей. У меня была, конечно, кофта. В ней был замотан ноутбук. Я это специально сделала, чтобы я могла эту кофту извлечь. И накинуть ее на себя. Но, слава богу, не пришлось. Потому что она у меня еще была достаточно теплая куртка. А вот когда я ехала в Кайсере. Во-первых, дождь был. Соответственно, на улице было прохладно. Я бы сказала, даже холодно. Непонятно, по какой причине работал то ли кондиционер. То ли откуда дуло. Я не могла разобраться. Вот эти вот, которые, да. Ну, маленькие такие, кругленькие. Не знаю, как они тоже. Ну, наверное, вот эти, куда воздух. Циркуляция воздуха происходит. Я как будто бы их отвернула. Я не нашла кнопку их закрыть. В общем, я придремала ночью. И я проснулась от того, что у меня замерзли колени. Настолько было холодно. Хотя вот здесь мне аж было жарко. Потому что, ну, я ногой чувствовала, что он включил печку. Ну, какой-то ветер дул. Ну, странно, странно. То есть, нужно обязательно с собой брать пледик. Это он никогда не будет лишним. Вообще никогда. Вот. Все вам рассказала. Если, может быть, что-то кого-то еще интересует, какие-то вопросы, всегда пишите. Я всегда вам отвечу. Так что, вот такие вот дела. Все буду продолжать. Я что смотрю. Ну, выходной день. Понятное дело, когда ты работаешь выходной-праздничный. Ну, и кто работает? Никто. Вернее, с кем работать. Люди все, наверное, там отдыхают. Так что. Так что, ладно. Все, с вами поделилась. Рассказала. Вы можете, я просто смотрю, что у меня достаточно затянутое видео. Потом вы можете смотреть на ускоренки. В настройках включили ускоренку. Не обязательно смотреть на нормальной скорости. Смотрите на 1,25, на 1,75. Я так тоже делаю. Очень удобно. Кстати говоря, показала своему мужу. Так он всех своих дедов-стариков, которые там рассказывают ему политика и экономика. Ну, он смотрит всех на ускоренки. Так что. Полезная функция. А я с вами разговариваю, разговариваю. Соглядь на часы. А я уже полчаса как не работаю. Минож. Переработала. Во, блин. Две недели Минож не работала. Представляешь? Ну, прям не могу остановиться. У нас погода мрачная, очень сильная. Дождь прям, прям, прям. А, ну это уже вот прекратился. О, Боже. Боже, мне надо окна мыть. О, Господи. Извините. Я буду мыть окна, потому что это вообще кошмар. Гляньте, что случилось с ними. Нет, ну а как здесь мыть? Нет, идет. Идет дождь. Вам, наверное, не видно. Ну, как тут мыть? Еще погода не устаканилась. Куда ж мыть? Ну, вот пока меня не было две недели, Диана говорит, что было достаточно тепло. И только вот три дня, как вот очень сильно похолодало. Я смотрю на прогноз и там на ближайшие три дня ночью плюс два, плюс три. Так что я буду ждать погоду теплую, а потом уже буду мыть. Буду обязательно мыть. Я ж летом этим не мыла, поэтому в этом году кровь из носу. Должна все это сделать. Ну, ничего. Я помою вот эти вот такие, скажем так, опасные. Эти, которые... Ну, вот вылазить, да, там нужно. А Дианка тогда помоет такие безопасные, которые выходят на балкон. И все. Дело в шляпе. Так что ладно. На этом я заканчиваю, закругляюсь. Вам всем доброго времени суток. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...